МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замерили толщину металла и проверили на коррозию. В парке инспектируют аттракционы. Молодежь погрузилась в атмосферу 40-х, а ветераны вспомнили молодость. Ретро-вечеринка объединила северодвинцев. Разыгран первый городской микс-турнир. Известно название сильнейшего волейбольного квартета города. Сегодня день памяти ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. В северодвинске память погибших северян почтили минутой молчания. В городе Корабелов живут около ста ликвидаторов аварии. Невыдумные истории выслушала Валентина Приходько. На воинском мемориале на Яграх сегодня вспомнили трагедию Чернобыля. 30 лет спустя. Юрий Жуков, каждый день проведенный на Чернобыльской АЭС, помнит до минуты. Он прибыл на станцию вместе с коллегами через несколько месяцев после аварии. Их было шесть инженеров-ядерщиков. Предстояло исследовать помещения станции. Один умер сразу. Юрий Жуков проработал еще два месяца. Говорит, дольше мало кто выдерживал. Меня, нога человека после аварии там не вступала в таких помещениях. Страшно было? Иногда было очень даже страшно. А иногда было просто жутко. Особенно, когда я работал, составлял картограмму диораторной этажерки шестой турбины под пролом в зоне прямой видимости аварийного энергоблока. Я себя чувствовал муравьем, который ничего не мог сделать, беспомощный. После Чернобыля Юрия Жукова долго мучила тошнота, головные боли. Ядерщик получил серьезный ожог глаз. Несколько месяцев лечился в санатории Хосты. Говорит, что именно там его и вернули к жизни. А председателю Союза Чернобыля Олегу Прохорову было всего 20, когда он стал ликвидатором по приказу. А кто там спрашивать будет? Отправили? Солдат есть солдат, он не имеет своего слова. Вы также не были ничем защищены? Нет, у нас никаких респираторов, не было никаких дозиметров, вообще ничего не было. На вас, на вашем здоровье как-то подразилось? Ну, зубы все повлетали, да вот. Дабление такое все. Ну вот. Есть, конечно. Союз Чернобыль основали в Северодвинске в 2012 году. Члены общества возводят мемориалы, открывают филиалы организации по всей области. Такие есть в Архангельске, Няндаме, Вельске и Котласе. Сегодня в День памяти о Чернобыльской аварии, с теми, кто пережил катастрофу, встретился мэр Северодвинска Михаил Гмырин. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. То, что вы сумели создать организацию, которая не просто проявляет внимание и заботу к тем, кто был на Чернобыле, но еще и напоминает всем о том, что трагедия может повториться. Поэтому на самом деле это очень важно. На встрече обсудили развитие некоммерческой организации «Союз Чернобыль». На полученный в этом году грант 65 тысяч рублей, рядом с памятной доской в мемориальном комплексе установят четыре гранитные плиты с именами погибших ликвидаторов. Олегу Прохорову и Юрию Жукову сегодня вручили почетные грамоты и знаки отличия. Вольнисиноприходько, Семен Смигулин, Михаил Тараканов. Вестник Северодвинска. К бабушке в деревню не поедут. Жительница Северодвинска обратилась в редакцию «Вестника Северодвинска» с криком о помощи найти вакцину от клещевого энцефалита. Отправила ее в детскую поликлинику. Там делать прививку не отказывают врачи, но надо принести свою вакцину. Мы объехали все аптеки, съездили в аптеку на Чехова-2, где эта вакцина была раньше. Вакцины в нашем городе нет. Звонили в Архангельске, там вакцины детской тоже нет. Сказали, что будет в эту среду, но время уходит. Скоро дети поедут в лагеря в других районах, где велик риск получить укус. Но вакцин не хватает не только от клещевого энцефалита. Специальный репортаж смотрите 27 апреля в 19.00 в нашей программе. Северодвинск сгладит проблему с компенсациями летнего отдыха детей. Помогут 65 миллионов рублей, которые накануне получила область. Чтобы понять, как поступить со средствами, сегодня в администрацию города пригласили и родителей. Вся волна пошла, потому что в Архангельске приняли размер компенсации для всех категорий людей. И мы стали искать документы. В принципе, вот постановление есть, посчитали, размер меньше. Родители переживают, что в этом году не смогут отправить детей на летний отдых на юг. Если в прошлом году суммы разнились от 13 до 15 тысяч, то в этом году люди получат около 5 тысяч рублей компенсации. Накануне стало известно, область получила от Федерации 65 миллионов рублей. Эти средства пойдут на покупку путевок и оплату дороги для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня в администрации города провели совещание. Пригласили представителей управления образования, профсоюзных организаций и родителей. Путевки у нас реализовываться будут через социально-реабилитационный центр «Солнышко». Пока готовятся все документы в срочном порядке министерством в Архангельске, для того, чтобы конкретно знали мы, сколько таких путевок будет возможно здесь получить для северодвинцев. Многие северодвинцы, не попавшие в категории малоимущих, планируют отказаться от путевок, потому что не смогут оплатить проезд в летние лагеря. Стоит отметить, что область серьезно сократила в этом году размеры финансирования детского летнего отдыха, однако Северодвинск суммы не изменил. 6 миллионов 300 тысяч в бюджете по 2015 году у нас было запланировано, было, так сказать, вложено в это мероприятие, и мы такую же сумму оставили на 2016 год. Поэтому, конечно, так сказать, при росте количества тех, кто могут претендовать, и уменьшение финансирования, ясно, что картина, она оказалась не самой благоприятной. В этой ситуации требуется новый пересмотр списка тех, кто претендует на компенсацию стоимости летнего отдыха детей, чтобы оптимизировать списки претендентов. В противном случае компенсацию можно сделать всем категориям граждан, но ее размер тогда окажется незначительным, даже учитывая 50-процентную скидку на проезд к месту отдыха. Новую сверку списков заместитель мэра по социальным вопросам поручил провести до 6 мая. Сергей Курбан, Семен Самиголин, Вестник Северодвинска. Двум северодвинским набережным необходима реконструкция. В ней нуждается как сооружение на яграх, так и на бульваре строителей. По последнему объекту необходимо составить проектно-сметную документацию. Сегодня проблемные участки осмотрел мэр Михаил Гмарин. Первая остановка на набережной имени Зрячего. По этому объекту проектно-сметная документация на реконструкцию уже готова. В течение ряда лет, я думаю, что мы должны привести их в полный порядок. Тем более, что сейчас мы ведем переговоры с градообразующими предприятиями по софинансированию данных работ. Поэтому я думаю, что совместными усилиями мы сможем навести полный порядок. Всю зиму можно было гулять. Всю зиму. Всегда расчищено. Очень хорошо. Все устраивает. Скорее бы только цветы посадили, лето. Напомним, за последние годы территория в Приморском парке изменилась. Здесь появилось спортивное оборудование. Регулярно проводятся акции по посадке деревьев. Узнать о размере будущей пенсии теперь можно, не выходя из дома. Стали доступны новые электронные сервисы пенсионного фонда. Уже будущим пенсионерам вы сможете заказать справку о размере пенсии, посмотреть, как начислилась вам пенсия, размер пенсии свой узнать до индексации, после индексации. Елена Мельниченко 28 лет посвятила банковскому делу. Сегодня пришла в пенсионный фонд оформлять пенсию. Контролировать ее будет уже через интернет. Вот узнала об этой услуге, мне очень понравилось. Я теперь буду ей пользоваться и не стоять в очереди. Сегодня в Северодвинске около 73 тысяч пенсионеров, из них 20 тысяч работающие. Последние с 2016 года получают пенсию без учета индексации. Она насчитывается лишь после прекращения трудовой деятельности. Сейчас, имея регистрацию в личном кабинете страхованного лица, они могут заходить и смотреть непосредственно свой размер пенсии. Кроме того, этот размер пенсии в личном кабинете, он будет указан с учетом индексации. Узнать предполагаемый размер будущей выплаты могут и те, кому до пенсии далеко. Чтобы подключиться к электронному сервису, необходимо зарегистрироваться на сайте пенсионного фонда и авторизоваться на сайте государственных услуг. Кстати, с июня этого года сервис позволит обращаться за распоряжением выдачи материнского семейного капитала и о назначении ежемесячной денежной выплаты инвалидам. Мария Воробьева, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. Подтопление в период ледохода Северодвинску не грозит, сообщили сегодня в Северном управлении гидрометеослужбы. Поспособствовало раннее вскрытие Никольского рукава. Завершится ледоход по прогнозам гидрологов 1 мая. Теперь о метеообстановке. Слово Ольге Савиновой. Здравствуйте. К концу апреля весна наконец задумалась. О погоде в среду после анонсов. Смотрите далее в выпуске. Из-за оживки кассира стал обладателем 275 тысяч. Полицейские разыскивают посетителя банка. Замерили толщину металла и проверили на коррозию. В парке инспектируют аттракционы. Молодежь погрузилась в атмосферу 40-х, а ветераны вспомнили молодость. Ретро-вечеринка объединилась с Северодвинсов. О метео- и астропрогнозах Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более тысячи видов лабораторных исследований. Все виды ультразвуковой диагностики, геродотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная 34, телефон 500-411. По данным Архангельского гидромедцентра, в среду 27 апреля в Северодвинске ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 16, плюс 18. Ветер юго-восточный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти, переменная облачность без осадков. Тип погоды второй благоприятный. Среда – не лучший день с точки зрения гороскопа. Возможны обиды, конфликты и испорченное настроение. Старайтесь избегать ссоры, не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу. День способствует трудолюбию и умственной деятельности. И чтобы не тратить время зря, заходите к нашему спонсору в медицинский центр «Семейный доктор». Это все виды ультразвуковой, лабораторной диагностики, консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Медицинский центр «Семейный доктор», «Железнодорожная 34», телефон 500-411. На этом все. Удачи! Престиж Дент Престиж Дент рад видеть своих маленьких пациентов в новой современной детской стоматологии. Все виды стоматологических услуг в одном месте. Терапия, ортопедия, хирургия, ортодонтия, рентген, томография и телерентгенография. Вашим деткам у нас понравится Престиж Дент «Октябрьская-3». Запомнить просто! По городу за 90! Автолайн. Такси родного города. 555-222-537-007. Телеканал ГТРК предлагает вам поучаствовать в проекте «Предложи свою новость». Все, что требуется от вас. Стать свидетелем интересного происшествия. Снять его на камеру и прислать нам. Лучшие материалы попадут в эфир нашего телеканала. Электронный адрес вы видите на экране. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Посторонние шумы и неприкрученные болты искали сегодня специалисты испытательной лаборатории на колесе обозрения, орбите, ветерке, хип-хопе и НЛО. В парке культуры и отдыха проверили экстремальные аттракционы. В безопасности ли северодвинцы знает Евгения Карелина. Слушаем, чтобы не было ни посторонних шумов, звуков. Все механизмы работали исправно. Аттракцион с 21-летним стажем проверяют специалисты из Петербурга. Эксперт испытательной лаборатории осматривает смазочные элементы, каждый болт, толщину металла и отсутствие коррозии. Каждую кабину испытали при максимальной нагрузке. Гарантийный срок службы орбиты вышел 9 лет назад, поэтому аттракцион эксперты проверяют каждый год и продлевают гарантию. Во-первых, проверяем аттракцион визуально. Смотрим на состояние всех соединений, проводим проверку согласно руководству по эксплуатации на каждый аттракцион. Там есть инструкция, на что нужно обращать внимание на определенном аттракционе. На каждом есть своя инструкция. В парке культуры и отдыха проверили еще 4 экстремальных аттракциона. Ветерок планировали утилизировать несколько лет назад, но в прошлом году его капитально отремонтировали. Потратили около 100 тысяч рублей. Два года назад обновили опоры колеса обозрения. В прошлом году все 20 кабин. Вышедшие из гарантийного срока службы аттракционы проверяются каждый год. Список инспектируемых аттракционов в этом году попали и относительно новые – хип-хоп и НЛО. В прошлом году мы проверяли детские аттракционы. Дело в том, что у каждого аттракциона есть определенный режим проверки. То есть детские аттракционы мы проверяем раз в три года. На данный момент допуски у нас еще все действительны. Ваши аттракционы работают. Главное, чтобы за ними смотрели здесь механики. Тоже за ними ухаживали. Аттракционы тоже любят, когда за ними ухаживают. Дело в том, что дети должны соблюдать правила, которые написаны перед входом. После проверки явных нарушений не выявили. По поручению эксперта подрегулировали цепи на колесе обозрения. Ко всем аттракционам допуск не ограничили. Официальное заключение эксперты пришлют через неделю. Евгения Карельна, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Эксклюзивное интервью каналу ГТРК дал Олег Рой. Известный писатель, сценарист, лауреат нескольких литературных премий рассказал моей коллеге Наталье Галушиной, сколько стоит дружба, о чем думает мужчина, когда встречает красивую женщину, и о впечатлениях от встречи с северодвинскими читателями. Мой день начинается с того, что я встаю, начинаю, как и все, делать какую-то маленькую для себя зарядку. В основном это несколько отжиманий. Это какая-то манипуляция с прессом, за которым я пытаюсь следить, и стакан воды. На завтрак я всегда ем одно и то же. Это четыре яйца, из которых четыре белка и один желток. То есть одно яйцо нормально, а другое только белки. Да, моя улыбка. Храню с детства, постоянно ей пользуюсь. Каждый ребенок должен иметь хороших родителей, которые его любят. Жизнь от существования отличается тем, что ты живешь на полную катушку и не для себя самого любимого, потому что все остальное – это существование в себе самом. Жизнь – это когда я нужен кому-то, и кто-то мне говорит, я так по тебе скучаю. Полицейские нахрыли притон интимной услуги. За деньги оказывали и три несовершеннолетние девушки. Располагался притон Нала Моносова, организатор – 36-летний северодвинец. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Сохранить тепло и уют в доме поможет «Торговая сеть. Все для газа. Магазины. Теплый дом». Здесь представлен большой ассортимент бытовой техники. Что такое газконтроль? Это если пламя задует, либо зальет, подача газа перекроется автоматически. Очень удобная функция, особенно если в доме есть пожилые люди или маленькие дети. Мы предлагаем бюджетное решение. Плиту с полным газконтролем всего за 9,990. Торговая сеть «Все для газа». Магазины «Теплый дом» ждет своих покупателей. Этому молодому человеку банк в канун Нового года подарил 275 тысяч рублей. Неприятная ситуация произошла в отделении Наломоносова, 102. Кассир выдал деньги по ошибке. Они предназначались для другой операции. После выдачи наличных юноша скрылся. В настоящее время отделом полиции проводится проверка по цели установления правильной квалификации деяний как молодого человека, который с деньгами с места происшествия скрылся, так и правильной квалификации деяний кассира самого. Полицейские просят откликнуться как самого молодого человека, так и людей, обладающих информацией о его местонахождении. Номера телефонов указаны на экране. 29-летняя Северодвинка пострадала от рук неизвестного накануне вечером. Он ударил женщину в левое бедро неустановленным острым предметом. После нападения пострадавшая вызвала скорую помощь. ЧП произошло в районе Южной, 142. Женщина в средней степени тяжести доставлена с множественными резными ранами во вторых пункт 3-й поликлиники. Такой паник, абсолютно нет обычной штатной работы. Скорая помощь. Как пояснили полицейские, жертва злоупотребляет спиртным и ранее была судима. Поэтому не исключена версия конфликта с обидчиком на почве алкогольного опьянения. Дорожные войны в городе Корабелов продолжаются. Это видео предоставил наш зритель. На нем неизвестный на Хюндае неоднократно провоцирует аварийные ситуации. Злоумышленник сначала резко тормозит на развязке Архангельского и Ягринского шоссе, затем аналогичная ситуация повторяется уже на острове Ягры. После водитель Хюндая не остановился перед пешеходным переходом, хотя по нему уже шли люди. А своему преследователю с видеорегистратором водитель Хюндая показал язык. А после просмотра этих кадров непонятным остается поведение детей. По словам автора видео, малыши разбили бутылки прямо перед машиной, затем вместе с водителями убирали стекла. Играли с бутылками дети на улице Южной. С праздником! Первое мая! Этот праздник запомнить легко. Каждый трудящийся пьет молоко. Желаем вам счастья! Будь не только в спортивном теле, но и в теме. Считаешь, что заниматься спортом круто? Бываешь в спортзале чаще одного раза в год? Однозначно! Тебе к нам на сайт. Сайт города Северодвинска go29.ru совместно с информационными партнерами городской газеты «Северный рабочий» и телеканалом «Северодвинская ГТРК», а также при поддержке фитнес-центров города объявляет фотоконкурс «Спортивная Я». Участвуй в конкурсе, присылай фотографии, выиграй приз. Вся информация об организаторах мероприятия и о призах на сайте go29.ru Ты послушай, внучек, послушай, чтобы сыну потом рассказать. С неба смотрят родных наших души. Смерти, память у нас не отнять. Колю ранили, Сашу убили. Кто вернулся, растили детей. И заранее крепко любили нерожденных твоих сыновей. Бессмертный полк. Сохрани память о родных в книге народной памяти. На сайте мойполк.ру И о спорте. Первая молодежная, инклюзивная параспорт-океада набирает обороты. Сегодня спортсмены соревновались на водных дорожках и выбивали страйки на турнире по боулингу. С утра в бассейне «Строитель» 53 пловца преодолевали две дистанции свободным стилем. Для 12 ребят заплыв на 25 метров оказался серьезным испытанием. Несмотря на трудности, они с честью проплыли дистанцию. Дети из Архангельского реабилитационного центра с проблемами опорно-двигательного аппарата чувствуют себя, как рыба в воде. Их заплывы на 50 метров вызвали восторг и уважение. Результаты еще подсчитываются. После водных дорожек ребята отправились на дорожки для боулинга. В серьезной борьбе командное золото выиграли спортсмены техникума строительства, дизайна и технологий. Второе место у 21-й школы и бронза у Архангельской школы 31. В спортзале «Фокси» в Маш прошли финальные матчи открытого чемпионата города по флорболу. Первыми на паркеты вышли финалисты второй лиги команды «Пиренеи» и «Севмаш-2». Северодинская молодежь навязала архангельским флорболистам достойную борьбу. И судьба золотых медалей решилась с разницей в один мяч. 10-11 кубок уехал в столицу Поморья. Лучшими игроками второй лиги призваны вратарь Максим Кузнецов, нападающий Александр Мошкин, оба «Севмаш-2» и защитник победителей Антон Надеев. Золото высшего дивизиона оспаривали команды «Океан» и «Феникс». В финале моряки оказались на голову сильнее оппонентов и заслуженно победили со счетом 14-5. Лучшими в вышке стали голкипер «Феникса» Владимир Григорьев, нападающий «Океана» Илья Вишняков и защитник команды «А» Анатолий Быков. Последний получил в игре за бронзу серьезную травму. Пожелаем здоровья опытному игроку. Закрыть сезон на мажорной ноте и получить удовольствие от игры. Под таким лозунгом прошел волейбольный турнир среди 10 микст-команд. Три дня в спортивном корпусе «Корабел» «Фокс Севмаш» юноши и девушки двух возрастов выявляли сильнейший квартет соревнований памяти Михаила Ситкина. Для нашего города волейбольный микс-турнир – это новинка. Его главный инициатор – тренер женской команды «Севмаш» Елена Дзюба. Поддержала свою опытную коллегу, начинающую тренер-строителя Любовь Губкина. Именно на базе этих команд создали 10 микс-квартетов. 99-го, 2000-го и 2003-го, 2004-го годов рождения. У младшего возраста борьба за медали получилась настолько плотной, что места на пьедестале пришлось определять по соотношению забитых мячей. В итоге несокрушимой командой стал квартет «Алмаз». Серебро завоевали «Синие орлы» и бронза досталась волейболистам «Факела». В турнире среди старшего возраста не без проблем, но без единого поражения золотые медали выиграла команда «Фитоняшки». Второе место досталось фантастической четверке и бронзовых наград удостоились «Барабашки». Приходилось бороться, многие пары сопротивлялись. Было довольно-таки интересно. Была борьба. Выиграли, потому что более особенными, наверное, были. Играли как команда. Дружно все было, вот и победили. Получилось интересно, непредсказуемо. Какие-то моменты мы сами не ожидали. То есть, то, что было в пятницу, и то, что сегодня дети показывают, особенно младший возраст, совершенно разные игры. Там уже чувствуется, начинают думать. Мальчишкам не очень удобно, что они проигрывают девчонкам, поэтому они пытаются им соответствовать. Это младший возраст. У старших понятно, что мальчишки посильнее девчонок. Отдельный приз турнира, как самой дружной команде, достался восьмой миле. Соревнования прошлись динамично, на одном дыхании. В следующем году юноши и девушки встретятся вновь. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Предстали в образе солдат Красной Армии и девушек, ожидающих с войны героев фронтовика. Северодвинцы совершили путешествие в эпоху 40-х. Такую возможность перед Днем Победы горожанам подарили представители военно-исторического клуба «Северная Двина» и Беломорской военно-морской базы. С ретро-вечеринки Мария Воробьева. Музыка военных лет, антураж в стиле ретро, скромные образы русских девушек, статных солдат Красной Армии и матросов Северного флота. На этой вечеринке царит дух 40-х. Дресс-код соответствующей эпохи – главное требование к каждому участнику. Желающих соприкоснуться с историей пришло около сотни, в образе даже дети. Меня нарядили в платье, которое для детей платье, детское платье и туфли тоже детские и белые носки. Я буду рассказывать стих, потом еще будут танцы сказали и будут песни петь. Ну, я думаю, видно по нашему образу, то есть это те же самые, это прически, это одежда давных лет, то есть небоский макияж, красная помада. Да, обязательно, это яркая помада красно-морковного цвета. Длина платья, юбки, ниже колена, на ладонь. Шесть часов вечера после войны. Так назвали ретро-вечеринку по мотивам фильма, который вышел на советские экраны в 44-м году. По сценарию, двое влюбленных обещали встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве, но увиделись лишь спустя пять долгих лет. В этом году мы уже проводим второй раз такую вечеринку и хочется нам максимально соблюсти аутентичную атмосферу в некоторых мероприятиях. То есть, чтобы можно было понять, как жили люди в 1940-е, как они одевались, как они танцевали, как они себя чувствовали. Организаторы встречи – военно-исторический клуб «Северная Двина» и Беломорская военно-морская база. Главная цель вечеринки – не просто воссоздать атмосферу военных лет, а сохранить память о героях-северянах. Это нужно нам не только как память о тех, кто воевал в годы войны, память вообще о нашей истории. Тем более приятно, что в зале на этом мероприятии присутствуют ветераны Беломорской военно-морской базы, труженики тыла. И поэтому мы делаем и для молодого поколения, здесь будут матросы, и для тех, кто уже в годы войны воевал. В рамках мастер-класса пары исполнили популярный посадобль 30-х годов и кружились в вальсе. Главная награда за труд и образы участников – благодарные улыбки ветеранов. Они в этот вечер вспомнили свою молодость, как верили в победу и в мирную жизнь. Мария Воробьева, Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Мед из Башкирии и конфитюр от Пасеки Монастырской. Дикий мед – это мед тот, который собирает в лесах, в дуплах деревья. Это мед диких пчел. Это собирается высоко в горах. Он очень полезен. С 24 по 29 апреля. Дом Корабела, фойе, первый этаж. Бесплатная дегустация, низкие цены. При покупке одного килограмма меда – килограмм лугового меда в подарок. Спонсор прогноза погоды – магазин «Рыбак» на «Ленина-45». Все снасти для большого улова, а также лодки, палатки, мангалы вы найдете в новом магазине «Рыбак» на «Ленина-45». Заходи, и ты найдешь то, что тебе нужно. Магазин «Рыбак». «Ленина-45». По данным Архангельского гидромедцентра, в среду 27 апреля в Северодвинске ожидается. Ветер юго-восточно умеренный, атмосферное давление в течение дня будет слабо расти. Переменная облачность без осадков, тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 4,6, днем от 16 до 18 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – магазин «Рыбак» на «Ленина-45». Широкий ассортимент товаров для рыбарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова